Добрый день, дорогие друзья! У нас 8-й урок и в характере гармонической зарисовки, которую я сыграл в начале, присутствует что-то откровенно джазовое, потому что каждый второй корт этой зарисовки был тритоновой заменой. Тритоновая замена доминанта — это та функция, та восьмая функция, о которой я до сегодняшнего момента умалчивал. Но именно тритоновая замена доминанта и есть такая эстетическая гармоническая квинтэссенция джаза. В остальной музыке тритоновая замена не используется. Скажу сразу, это доминанта, которая строится на минус второй ступени мажорного лада. И сразу возникает вопрос, при чем здесь минус вторая ступень? Как вообще минус вторая ступень может иметь какое-то отношение к мажорной гамме, к основному ладу, и тем более как там может находиться доминанта? Ключевая такая функция. Вот. А дело очень просто. Когда мы с вами разбирали самую простую доминантовую пятую ступень, или когда мы с вами говорили о блюзе, то мы поняли, что ключевыми ступенями доминанта септаккорда, доминантового аккорда является третья и минус седьмая ступень. Вместе они создают тритон. Вот малый мажорный септаккорд или доминант септаккорд, вот его третья ступень, вот его минус седьмая ступень, и вместе они создают тритон. Вот такой хитрый интервал. Интервал, который является дисонирующим. Вообще все интервалы делятся на консонансы и диссонансы. Мы как-то с вами этот момент забыли обсудить в начале. Но давайте просто сейчас вернемся. Все интервалы делятся на консонансы и диссонансы. Консонирующие интервалы благозвучные. К ним относятся терции, кварта, квинта и две секста. То есть они все такие благозвучные. Они не режут слух. А остальные интервалы секунды и септимы являются диссонирующими. Они режут слух. Или вот. То есть сами по себе эти интервалы очень неблагозвучные. Но почему-то в аккордах все становится на свои места. И таким же диссонирующим неблагозвучным интервалом является тритон. Ну, послушайте. Есть даже фокус такой. Вот что вам это напоминает? Это звуки сирены. И тот, кто придумал эти звуки сирены, знает о принципах благозвучности музыкальных интервалов. То есть вот это вот малые секунды, и они расположены между тритоном. И поэтому, когда сирена едет в скорой помощи и выражает такие звуки, мы сразу очень напрягаемся, потому что нам это не нравится. И вот таким же неблагозвучным интервалом диссонансом является тритон. Но этот тритон как никогда выражает доминантовую функцию, то есть на нем и, собственно, состоит доминант септаккорд. Поскольку тритон состоит из трех тонов, а вся октава из шести тонов, то этот интервал в обращениях просто повторяется. И вот эту определенную закономерность заметили какие-то музыканты и придумали тритоновую замену. Не придумали, не вычислили теоретически, а просто один раз случайно заменили в основном тоне доминантового аккорда бас на его тритоновую замену, и возник совершенно новый аккорд, который прекрасно выполняет доминантовую функцию, причем функцию альтерируемого доминанта. Давайте я покажу, как это будет выглядело практически. Итак, вот мы знаем, что существует этот альтерированный аккорд соль с плюс пятой, с плюс девятой ступенью, который разрешается в до минор. И вот если в этом аккорде мы бас поменяем на тритон, смотрите, раз тон, два тон, три тон, нота ре бемоль, та самая вторая низкая ступень, и сыграем то же самое, то функция не поменяется. Послушаем. Это пятая ступень разрешилась в тонику, а это минус вторая ступень, которая разрешилась в тонику. Играя ту функцию другую, первая, вторая, как будто вообще ничего не поменялось. Вот есть вот такая вот особенность тритоновой замены. Аккорд по сути своей, тот, который получился, аккорд минус второй ступени, он поменялся. То есть он по своей структуре отличается от вот этого альтерированного аккорда пятой ступени. Но нам это не важно. Зная, что это тритоновая замена основного аккорда, основного доминантового аккорда альтерированного, нам уже не важно, из чего состоит аккорд тритоновой замены и как его обыгрывать. Мы обыгрываем доминанту вот таким образом, да? Вот этим вот альтерированным ладом. И если аккорд меняется на тритоновую замену, то мы тоже ничего не меняем в его обыгрывании. Вот это вот важно понимать. Тритоновые замены часто появляются не для того, чтобы выразить или усилить какую-то доминантовую функцию, а для того, чтобы просто сделать гармонию богаче, ну как кажется, или более сложнее. Поэтому джазмены не всегда со вкусом тритоновую доминанту добавляют куда только возможно. Вот я вам сейчас сыграю обычный какой-то гармонический блок. А теперь еще раз повторю. То есть вот четыре аккорда. А теперь везде добавлю тритоновую замену. Ну и не знаю, насколько это эстетически необходимо добавлять эти тритоновые замены. Но наличие этих тритоновых замен вот как-то обогащает и делает впечатление, что джаз-музыка сложная. На самом деле ничего сложного в этой музыке нет. На этом мы закончим урок о тритоновой замене. Главное, вы поняли, что тритоновая замена доминанта – это фактически другой вид, другое изложение нормального альтерированного доминанта от аккорда. Спасибо. Продолжение следует.